В этом видео 100% бесплатное, простое, всплывающее окно для вашего сайта. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Помню время, где-то 2013 год, когда я делал сайт на заказ, и мне было нужно простое всплывающее окно, которое должно было всплывать в самом начале с предупреждением. И я облазил весь репозиторий Joomla, и нормального решения, бесплатного тогда не было. Или было бесплатное, но с сильно ограниченным, урезанным функционалом, так что оно тоже не подходило. Сейчас же я нашел абсолютно официально бесплатный у разработчика модуль простой, всплывающего окна со всеми нужными функциями, и это абсолютно бесплатно. Где скачать, где взять данный модуль, я расскажу в конце этого видео. А сейчас давайте я покажу, как его настроить. Я перехожу в админку своего сайта, тестового сайта. Дальше расширение, менеджер расширение, установить. Сюда перетаскиваю модуль, все как обычно. Он у меня уже установлен. Я перехожу в расширение модулей. Он называется PopUpAholic. Вот его название. Захожу внутрь. Здесь мы видим редактор. То есть это говорит о том, что вы сможете сюда загрузить. То есть это область контента всплывающего окна. Текст, картинки, все что угодно. Давайте я вам сразу наглядно покажу, как оно работает, а позже покажу, какие здесь есть возможности и настройки. Например, я хочу загрузить изображение. У меня уже есть подготовленное изображение своего видеокурса. Я просто его добавляю в этот редактор. Ничего не настраиваю. Единственное, я вот здесь вот заголовок скрою. И позиция модуля. Я выберу дебаг. У вас позиции могут разниться, если вы используете какой-то другой шаблон джумла. У меня же для теста родной шаблон джумла протастар. Состояние опубликовано. Дальше я выбрал отображать модуль на всех страницах. Нажимаю сохранить. Иду на сайт. И вы видите, модуль сразу появляется. Пускай вначале он вас не пугает, что черный фон – это все стиль и дизайн. Это все настраивается в модуле. Есть кнопка «Закрыть». Вот так она закрывается. И пока что модуль всегда виден при каждой перезагрузке страницы. Также модуль имеет адаптивный дизайн. То есть на мобильных версиях будет нормально все смотреться. В данном случае сейчас адаптивный дизайн не включен. Но все равно вы видите, картинка никуда не улезает. И все это видно нормально на мобильном устройстве. Ну, на имитации мобильного устройства. Итак, теперь по настройкам. На вкладке «Модуль», где вы загружаете свой контент, это текст картинки, вот как я, например, картинку добавил. Ниже. «Респонсив». То есть сейчас у нас выбрано адаптивный дизайн. Нет. Но у нас доступна именно ширина и высота вот нашего всплывающего окна. Это вот этой белой области. Это 600 на 600. Вы можете этим управлять. Ширина меняется здесь. Высота меняется здесь данного окна. Или вы можете выбрать вот эту вкладку «Респонсив». Тогда наши поля прячутся, и у нас будет адаптивный дизайн всплывающего окна. Ну, я рекомендую так и оставлять. Здесь есть классная редкая опция, которая вообще не встречается в каких-то бесплатных вещах, типа «Лайтбокса», «Папа». Закрытие. Автозакрытие через заданное время. То есть сейчас у меня через 10 секунд окно должно автоматически закрыться. Чтобы вам долго не ждать, я поставлю 2 секунды и сохранюсь, чтобы вам наглядно показать, как это работает. Я обновляю сайт. Окно видно. И вы видите, оно автоматически закрывается. Для кого-то это будет очень полезно. Ну, я верну 10 секунд. Куки. В данном случае куки отключены. То есть это сессия браузера. И можно выбрать «Дни». То есть, как часто показывать всплывающее окно одному и тому же пользователю, который заходит на ваш сайт. Например, если я выбрал «Дни», и здесь у меня стоит 15 дней, одному и тому же человеку данное окно покажется раз в 15 дней. И здесь можно выбрать «Часы». Соответственно, ниже указывайте «Часы». То есть, как часто через каждый час, например, одному и тому же человеку будет показываться. Или «Минуты». Пока вы тестируете, я не рекомендую вам ставить здесь куки. Иначе вы сами в своем браузере, даже если почистите куки, можете не наблюдать всплывающее окно, пока у вас сессия не пройдет. Вот что и произошло у меня. Мне пришло через другой браузер заходить на свой сайт, чтобы тестировать другие функции. Куки точно работают, я вам это гарантирую. Только если у вас уже рабочий сайт, и вы точно уже все протестировали, тогда вы выбираете, если вам куки, конечно же, нужны. Следующая немаловажная опция, которая отпугнула бы большинство ваших посетителей, это через какое время показывать всплывающее окно. Я выбираю «Да» и ниже выставляю 3 секунды. Это работает. Давайте посмотрим. Вы видели, после обновления страницы, окно моментально появлялось. Сейчас я страницу обновил, и вот прошло 3 секунды, окно появляется. То есть это тоже работает. Соответственно, через 3 секунды оно появляется, и через 10 оно автоматически закроется. Это все вместе в связке, это все работает. Дальше. Очень крутая штука. Это сейчас у нас отображается HTML. Вот это наша область, наше всплывающее окно. Но можно выбрать отображение некого сайта. Ниже появляется поле, указывается сайт. Причем сайт появляется с ползунком, то есть с прокруткой. Давайте это посмотрим. Я вставил свой сайт, всплывает окно. Смотрите, появляется ползунок. Сайт мой, причем он адаптивно, отображается во всплывающем окне. Где-то кому-то может быть пригодится. То есть во всплывающем окне отображается сторонний сайт. Здесь опции мы закончили. Теперь по дизайну. Переходим на третью вкладку. Show close button. То есть показать, крестик закрыть. Сейчас вы поймете, в каких моментах это может вам пригодиться. То есть, если у вас автозакрытие срабатывает, и вы не хотите, чтобы человек сам его закрыл, здесь тогда выставляете не показывать кнопку крестик закрыть. Дальше смотрите, при этих условиях, если я обновлюсь, сейчас у меня покажется всплывающее окно. Видите, крестика нет. Но если я в пустом месте могу кликнуть, где-то окно все равно закрывается. И на этот случай условия есть. То есть ниже опция. Выставляете да. Сейчас я вот здесь вот задержку уберу, чтобы у меня окно показывал сразу, и вы не ожидали. Смотрите, посмотрим еще раз. Нет крестика закрыть. Я кликаю где угодно, в каких-то условиях, в ситуациях вам это может быть пригодится, чтобы не могли закрыть. Но у вас автозакрытие, вот оно сейчас сработало. Дальше крестик я возвращу. А вот эту опцию, чтобы окно закрывалось только по крестику, я оставляю. Это полезно. И есть небольшие эффекты. При открытии всплывающих окна и при закрытии. Первое, то есть нон, это не выбран, ничего нет. Фэт это появление, эластик это некое такое скольжение. Давайте эластик при появлении, и здесь эластик при появлении. И также ниже сразу протестирую скорость. Вот сделаю очень медленно, 2500 сохранюсь. Пойду на сайт, обновлюсь. Во-первых, смотрите, как медленно, вот так оно появляется, и по крестику медленно заходит. То есть вот эта скорость, это здесь управляется. Ну ладно, оставим быстро. Эффект эластик я оставлю. Дальше, background overlay, то есть наложение цвета. Вы видите, у нас здесь очень черно, так нельзя ни в коем случае оставлять, поэтому здесь я выбираю какой-нибудь другой цвет. Можно, конечно, оставить черный, но вот здесь задать прозрачность, вот этим ползунком. Ну я оставлю синий. Давайте посмотрим, как это выглядит у нас на сайте. Обновляюсь. Смотрите, как красиво сразу все преображается. Вот так вот синим затемняется, и все отлично работает. Дальше, box background color, это заливка цветом именно области всплывающего окна. Наглядно просто возьму другой цвет, чтобы вы визуально просто представляли и 100% понимали, где это. Вот. Вы теперь видите, да, заливка всплывающего окна. Ну, классика, я оставлю белый цвет, на белом цвете черный текст или темный текст, его хорошо видно. Box text color, то есть тот текст, который вы набираете в всплывающем окне, то есть вы же можете здесь, ниже, например, что-нибудь начать писать, например, вот текст, он будет черного цвета, естественно, здесь вы можете цвет менять. Box radius, это скругленные углы. Если я сделаю 30 пикселей, давайте я вам наглядно покажу. Обновлюсь. Вот вы видите, у всплывающего окна углы скругленные. Но я оставлю 0 пикселей. Box border, если да, то это рамка. И если да, то здесь толщина рамки ниже указывается, дальше цвет рамки, а ниже здесь указывается рамка сплошной линии, пунктирной, точкой, двойной. Тут есть выбор, можете поиграться, посмотреть. Ну, я рамку использовать не буду. И box shadow effect, то есть тень для всплывающего окна. Если выбираем yes, то цвет тени можно выбрать здесь. Ну, тень обычный, либо черный, либо темный. И нижний параметр это внутренний отступ 20 пикселей со всех четырех сторон. Именно внутри всплывающего окна. Но можете поиграться, поставить там 50 и увидите, в чем разница. Я нажму сохранить, просто хочу еще вам показать тень. Вот вы видите, сзади всплывающего окна есть некая тень. Если вам нравится мой контент, если вам нравится моя подача, вы хотите создать себе сайт, вы сомневаетесь, вы всегда сможете заказать сайт у меня. Сейчас вы видите номер телефона на экранах, вы можете мне бесплатно позвонить через приложение Viber или WhatsApp. Звоните, давайте обсудим ваш проект. А я двигаюсь дальше и по уроку здесь остается немного настроек. Если по каким-то причинам вдруг у вас не будет работать всплывающее окно, мало ли, используйте сторонние расширения, то здесь можно выбрать да и включить jQuery. Если вдруг окно не работает, я включать его не буду. И я не тестировал на рабочем сайте, если у вас кешируется сайт, если при кешировании сайта вдруг не работает всплывающее окно, то вот кэшинг, видите, можно поставить no кэшинг, то есть не кешировать именно всплывающее окно. Это скорее всего только в этих целях и нужно. если вдруг, когда есть кэш на сайте, окно может не сработать. Но я сразу говорю, я не тестировал, не знаю. И тайм кэша ниже указывается, но здесь, как правило, остается все по умолчанию. И еще маленькая такая подсказочка, если нужно сделать кнопку закрытия, прямо написано, что был на кнопке закрыть, и окно закрывалось, не по крестику, да? Есть тут такое, значит, смотрите, мы с вами отключаем крестик закрыть, а здесь в контенте после вашего контента я перехожу в исходный код и есть такая некая строчка кода, которую вы также можете вставить. Ссылку на свой сайт я оставлю в описании под этим видео, там будет этот кусочек кода, там будет ссылка на скачивание модуля, переходите на мой сайт и получайте всю важную полезную информацию. Здесь вот вместо этого слова я напишу закрыть. Окей. выделяю кнопку, например, еще ее по центру сделаю, сохранить. Сейчас вы посмотрите результат. Обновляю страницу, вот так вот всплывает окно, крестика нет, окно не закрывается, но у меня, видите, внизу есть такая симпатичная кнопка закрыть. Дизайн кнопки зависит от вашего шаблона, то есть у меня она выглядит так, у вас может это выглядеть иначе, то есть если кому-то вот так вот нужно какую-то информацию подать, и чтобы кресть, не было крестика, но была кнопка закрытия, вот такая есть кнопка. Теперь где скачать, где взять замечательный бесплатный модуль. Ссылку на разработчика я также оставлю на своем сайте, сейчас вы видите эту страницу, здесь не требуется даже никакой регистрации, здесь просто, видите, кнопка будет загрузить, нажимаете на нее и вот открывается окно, вот этот модуль, zip-архив, качайте на компьютер, все, устанавливайте на сайт и пользуйтесь. А вот и мой сайт, кто не знает, тут найдете вы все полезные статьи в блоге. На этом данное видео я заканчиваю, надеюсь для вас оно было интересно и полезно и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok